здравствуйте друзья сегодня мы записываем видео 10 основных ошибок начинающего художника речь идет о том что вы еще не рисуете портрет вы только начали рисовать геометрические предметы и вот те проблемы с которыми вы столкнетесь и так 10 ошибок и так ошибка номер один самая главная ошибка это неправильная перспектива о чем идет речь существует два типа перспективы существует линии горизонта существует фронтальная плоскость точка схода куда уходит весь предмет и как бы вы не рисовали предмет стоящий на вас он должен иметь две поверхности которые сближаются друг с другом это нормальная перспектива есть предмет с двумя точками схода когда от угла форма сходится в две стороны сюда и сюда это две точки схода которые дают вот такое сокращение предмета это называется нормальная перспектива и большинстве случаев начинающий художник делает так он рисует вот так потом рисует вот так и потом рисует вот так. Это называется обратная перспектива. Ничего страшного в этом нет, просто линии расходятся. Вот нам так запрещено, мы рисуем вот так, чтобы линии сходились. Это основная ошибка, которая встречается. Также всегда встречается примерно следующее. Вы рисуете вот такую фронтальную плоскость, а к ней рисуете вот такой боковой план. Вот так. Так нельзя, потому что фронтальная перспектива дает нам только невидимые две стороны. Поэтому в таком случае, если вы показываете боковую поверхность, надо рисовать вот так. Это основные ошибки, которые совершает любой начинающий художник, когда рисует геометрические предметы. Ошибка номер один. Продолжаем. И теперь ошибка номер два. Это ошибка, когда вы начинаете работать тоном, и вы забываете про то, что в любом предмете, который вы рисуете, есть самое светлое место, это блик. В результате, когда вы рисуете, вы обязательно должны его оставить и к нему подвести тон. предмета, и потом уже делать все остальное. Как только вы смогли это сделать, значит, вы мега крутой светотеневик. Вы умеете рисовать тоном. Если вы рисуете без блика, вы не чувствуете его, значит, вы не видите источник света, откуда он приходит направлен на вас, не видите концентрацию самого светлого места. Вы всегда пытаетесь рисовать от темного места. Если вы рисуете вот так, и нарисовали темное пятно, то прийти к блику очень сложно. Если вы поставили предмет, поставили блик, создали общий тон, значит, вы гораздо круче по уровню, чем этот человек. Поэтому надо научиться рисовать от блика. Это ошибка номер два. Итак, ошибка номер три. Третья ошибка – это так называемые неправильные линии. Когда вы пытаетесь нарисовать какую-нибудь линию, то зачастую вы делаете так, потому что вам нужно от одной точки к другой точке провести линию. Вы часто делаете так или вот так. Это называется неправильная линия. Для художника правильная линия – это когда вы проводите из одной точки в другую линию за одно движение. Она должна быть целиком. Не важно, что вы рисуете, будь то шарик, будь то прямоугольник, вы проводите линию от начала и до конца сразу, целиком. Вы не делаете ее вот так, или вот так, или вот так. Это неправильная линия. Отучите себя от этого, и все станет сразу хорошо. Линия должна быть целиком, прямая. Тренируете ее, она должна быть вот такой. Ошибка номер три. Ошибка номер четыре. Вот так, ошибка номер четыре. Это одинаковые линии. Что значит одинаковые линии? Вы только что рисовали вот такую линию. Это было неправильно. Это была ошибка номер три. Ошибка номер четыре – это когда вы линию проводите от начала и до конца с одним нажатием. Все дело в том, что линия – это пространственная штуковина. И в листе она живет в глубину. И вы должны владеть следующим способом. Вы должны поставить линию, сильно нажать и сделать так, чтобы линия поменяла свою толщину. Здесь она одна, здесь другая, здесь третья. Линия меняет свою толщину. Больше того, линия может делать его так. Она может быть тонкой в начале, в конце, а в середине она может быть темнее. Вот это то, чем нужно овладеть с самого начала. Вы должны научиться проводить линию от тоненькой в толстую и опять в тоненькую. Это позволит вам потом и прекрасно штриховать, и, в общем, прекрасно быть художником. Поэтому научитесь делать не одинаковую линию, а менять ее направление, чтобы она была разной по толщине. Она начинается только не одинаково, если не стоит такой специальной задачи. Но в любом случае вы будете пользоваться скорее такими линиями. Учитесь – это ошибка номер четыре. Ошибка номер пять – это когда вы увлекаетесь одним куском. Представьте себе ситуацию, что вы нарисовали кувшин, и вы его строили, строили, наконец построили, и теперь вам нужно его заштриховать. И тогда вы начинаете делать так. Вы берете какой-то один кусок, который вам понравился, и начинаете его отштриховывать. Попытка закончить эту деталь здесь является самой важной ошибкой. Все дело в том, что когда вы рисуете, вы рисуете соотношение одного куска, то есть одной формы, если есть вторая форма – второй формы, и соотношение третьей формы. Поэтому ваша задача – рисовать одновременно сразу плоскость одного предмета, тон одного предмета, тон другого предмета и тон третьего предмета. Отношения между этими предметами и дадут вам точное представление, что этот будет, например, темнее, этот чуть темнее, а этот чуть светлее. Как только вы начнете рисовать отношениями, то есть вы увидите, как относится один предмет к другому и к третьему, у вас будет появляться глубина. Чтобы это работало, показываю, как это выглядит. Если вы рисуете кубик, то ваша задача – нарисовать угол и одновременно с тенью, и одновременно с поверхностью, которая будет за ним. За счет этого возникает глубина. Если вы сразу думаете о трех плоскостях, глубина возникает. Если вы рисуете одну деталь, то вы точно также срисуете потом следующую, точно также срисуете следующую, и они, скорее всего, при равной силе отношения к ним, получатся абсолютно одинаковыми. Поэтому надо научиться не работать в одном куске, а работать сразу в нескольких плоскостях на разных пространствах, тогда будет хорошо. Ошибка номер шесть – это ошибка, которая называется «одинаковый тон». Вернемся к этому кубику. Итак, свет пришел, свет погас, и здесь совсем теневая часть. Изначально это три разных тона. Так вот, человек, который начинает только рисовать, очень часто делает следующее. Вы нарисовали эту поверхность тоном, вы нарисовали эту поверхность тем же тоном и эту поверхность тем же тоном. В результате ничего не изменилось, кроме того, что вы поштриховали. На самом деле нужно сделать следующее. Если вы сделали это одним тоном, то вот этот тон через эту линию должен резко отличаться. В середине они могут совпасть, если вам так хочется, но в момент, когда они разъединяются, вот здесь должно быть категоричное различие между этой поверхностью и этой поверхностью. И события, которые вы делаете дальше, здесь тоже должны категорично отличаться от событий, которые находятся здесь, и не совпадать. Если вы даете разные отношения, то возникнет глубина. То есть, все время разные через линию события. Не одинаковые. Если вы делаете одинаковое, пространство исчезает. Если вы делаете разный тон, пространство появляется. Это ошибка номер шесть. Ошибка номер семь. Это ошибка, которая называется разорванная линия. Что значит разорванная линия? Смотрите, когда вы рисуете кубик, вы можете сделать так. Раз, два, три, четыре, пять. Вы рисуете кубик, но при этом вы сделали одну очень важную вещь. Вы не соединяете эти линии друг с другом. Так как эти линии не соединены, предмета не существует. Вы рисовали путь, но вместо состыковки, вместо конфликта вы не нарисовали. Правильнее делать так. Вы рисуете угол, вы рисуете следующий угол, вы рисуете место, где формы соединяются, где линии соединяются. Тогда предмет появляется. Вы можете не рисовать эти детали, но из-за того, что угол, конфликт соединения появился, значит сюда можно поставить тон. И вот этот подход правильный. Этот подход разрушает систему и смотрится необъемным пространством. С таким успехом вы могли просто перечислять линии, лежащие отдельно друг к другу. Важно, как они соприкасаются друг с другом. Это самая важная ошибка, так называемая разорванная линия. Ошибка номер восемь. Это ошибка, которая называется штриховать не до линии. Что это значит? Смотрите. Вот здесь, на этом образце, мы штриховку подводили к линии и в результате мы попробуем сделать то же самое. Мы берем и начинаем штриховать так, чтобы вся штриховка предназначалась линией. Даже если она выходит за край линии, ее легко потереть. Но смысл заключается в том, что эта штриховка нужна именно линии. Если же вы штрихуете таким образом, что штриховка располагается посередине и не касается линии, что штриховка находится и не доходит до края, то когда вы это делаете, эта линия и вот этот маленький свет, который остается вот здесь, практически обнуляет всю линию и уничтожает ее. Смысл заключается в том, что вы штрихуете ради этой линии. И поэтому штриховку, которую вы подводите, независимо даже от направления, вы подводите к линии, потому что именно ее вы продолжаете. Если же вы штрихуете не до линии, возникают вот такие ареолы. Так делать нельзя, нужно от линии штриховать на простых геометрических предметах. Итак, ошибка номер 9. У меня пальцы почти закончились вот так. Ошибка номер 9. Это острые эллипсы. У нас есть круглая форма. И когда мы берем сечение этой круглой формы или рисуем цилиндр, существует основная задача. Этот эллипс должен иметь вот здесь в основании кругляшочки. Вот такие. Если вы рисуете вот так и вот так, получается острый угол. Это не эллипс. Это все, что угодно, только не эллипс. Поэтому, когда вы рисуете эллипсы, запоминайте. Вы все время представляете себе вот такой шарик здесь и здесь. И линия обхватывает этот шарик, приходит сюда. Поэтому, если построить себе просто эллипс и провести вот такие линии, или просто провести эти линии, а потом строить эллипс, надо понимать, что в начале эллипс из этой точки хотя бы самую малость подскакивает вверх под углом 90 градусов и только потом поворачивается. Он не делает вот такого остроконечного действия. Если он сделал такой остроконечный эллипс, это все, что угодно. Это не эллипс, это любая другая форма. Поэтому острых углов никогда не бывает. Это ошибка номер 9. Страшная, неприятная ошибка. Та-та-там! И ошибка номер 10. Вот у меня тут с карандашами она. Ошибка номер 10. Это симметрия в геометрических предметах. Нет ничего страшнее, когда вы строите предмет, не чувствовать абсолютный центр предмета. Для этого существует много систем проверки проведенных линий дополнительно. Поэтому научитесь делать следующее. Если вы рисуете шар, возьмите циркуль, проверьте, где центр, научитесь искать точную форму. Рисуете шестигранник, должны научиться чувствовать, что длина этого радиуса, отложенная шесть раз, даст вам абсолютную симметрию направлений каждой из деталей. Вы будете получать эту симметрию везде. Вы будете чувствовать эти отношения симметричных линий. Как только это появится, все будет очень хорошо. Если вы рисуете цилиндр или рисуете более сложный предмет, вам обязательно нужно находить этот центр. Не думайте, что вы абсолютно гениальны и что вы сможете сразу вот так сделать, вот так поставить и все получится. Или вы сразу сделаете вот такую штуковину и нарисуете конус. Ни в коем случае. Всегда ищите центр, находите, поднимайте линию, стройте эту формулу. На начальном этапе это нужно делать постоянно и всегда. Как только вы научитесь чувствовать вот эти симметричные центры, как только вы научитесь чувствовать, ваше пространство в объемном, пространство мышления разовьется. И это делается только таким способом. Это самое сложное и поэтому это ошибка номер 10. Друзья, это основные 10 ошибок и я надеюсь, вы не будете их допускать. Или если вы их допускали, то вы научитесь их исправлять. А это гораздо важнее, чем все остальное. Вот, желаю вам удачи, успехов, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok